Международный информационный выпуск «Середина земли» в эфире телеканала АТВ начинается. Открываемся с новостей при Ангаре. В студии Александра Кошурникова. В ближайшие минуты с вами также корреспонденты телекомпании АСТ. И сейчас к новостям. Поселок Смоленщина продолжает превращаться в полигон для мусора. Причем твердые бытовые отходы маскируют под ровную площадку. Однако на месте старой свалки быстро растет новая. В этом убедился и наш корреспондент Иван Занько. Эти кадры наша программа снимала в начале недели. Горы мусора на улицах поселка Смоленщина. Одна из стихийных свалок раскинулась возле детской площадки. После этого сюжета отходы убрали. Теперь в этом месте ровная и укатанная площадка. Но, как оказалось, подобная тишь да гладь – только маскировка. Мусора нет только на первый взгляд. Спустившись ниже, наблюдаешь картину. А именно настоящий слоеный пирог. Слой грунта, затем твердые бытовые отходы, он же мусор. И снова слой грунта. Такую начинку вряд ли назовешь аппетитной. Отходы вывозить не стали. Их просто завалили землей и укатали трактором. Причем управились, по словам сельчан, за одну ночь. Те, кто живет рядом, эту спрятанную помойку называют не иначе, как мина замедленного действия. Пока съемочная группа была на месте, мимо нас сновали мыши. Не говоря уже о роемух над площадкой. Когда-то здесь протекала река. Местные жители опасаются, что все отбросы рано или поздно могут оказаться в домах и на огородах. Это же все-таки как бы русло реки. Куда она там? Довонет, не довонет. Мало ли, вдруг там завтра наводнение будет или еще что-нибудь. Как это все скажется. За комментариями мы обратились в администрацию Смоленского муниципального образования. Однако исполняющего обязанности главы поселения, а именно он мог бы пролить свет на эту историю, не оказалось на месте. Пока продолжались поиски правды, на старом месте вновь появился мусор. Чьи машины проезжают регулярно и пополняют запасы отходов, местные жители не знают. Нет уверенности и в том, что эта стихийная свалка рано или поздно окончательно прекратит существование. Иван Занько, Николай Крупченко. Новости сейчас. Купание на острове Юность опасно для здоровья. Ученые обнаружили в воде штамм холерного вибриона Эльтор. Бактерии не представляют угрозы для жизни, но через несколько часов человек может почувствовать симптомы бактериальной кишечной инфекции. По мнению экологов, всему виной несанкционированные сточные трубы. Именно это стало причиной заражения вирусом водоемов Иркутска три года назад. В ближайшее время специалисты проверят организации, ведущие хозяйственную деятельность на берегу Ангары. Мы уже знаем потенциально опасные объекты, которые необходимо посмотреть несколько пристальнее. В связи с этим уже будут проводиться не просто осмотры территорий, будет проводиться неплановая проверка. То есть на эти предприятия будут заходить специалисты и комплексно производить проверку. В частности, торговые точки и строительные площадки. В поликлиниках города проводится мониторинг пациентов. Подиум возле подъезда вместо жюри – соседские мальчишки. Необычный конкурс красоты прошел в одном из дворов города Иркутска. Несмотря на детский возраст, участницы подошли к состязанию по-взрослому. О высокой моде в отдельно взятом дворе – репортаж наших корреспондентов. Все по-взрослому. Подиум, дефиле, вечерних нарядах и выход в тематических костюмах. Ведущая объявляет имена участниц. В жюри – соседские мальчишки. Родители аплодируют, стараются поддержать девочек. И пусть конкурс красоты всего лишь дворовый. О том, какой же должна быть его участница, Зарина Алимова знает наверняка. Мест двора должна быть дружной и хорошей, чтобы доброй. Чтобы она про всех заботилась. Я думаю, что должен быть красивый кто-то. Например, я думаю, что это должна быть Тамара. Потому что она красивая и хорошо ходит. Остались последние штрихи. Анна Южакова помогает девочкам поправить прическу и костюм. Через несколько минут – выход на подиум. Уже на протяжении нескольких лет Анна и Зоя Кулик организуют в своем дворе конкурс красоты среди детей. Хотелось помочь Зое Михайловне, которая много лет старается в этом дворе. Старается на благо всех, чтобы всем нравилось. И старается безвозмездно. То есть ей нравится, но состояние ее души. Просто хотелось ей помочь. И в принципе, у меня получилось. В этом году тема конкурса – гавайская вечеринка. Участницы к заданию подошли серьезно. Готовились несколько дней. Отрабатывали походку, придумывали развлекательную программу, создавали костюмы. Подбирали наряд для главного дефиле в вечернем платье. Основные помощники – визажисты и дизайнеры, конечно же, родители. Мы очень рады, что дети все время заняты. Дети очень дружны. Это сплочает детей. И это делает их жизнь интересной вдвойне. Свободное от учебы время ребятишки собираются во дворе и организовывают праздники. Очень помогает им в этом Зоя Михайловна. Она организует стол, сладости. Это нравится, конечно, детям больше всего. Мы проводим конкурсы, играем на музыкальных инструментах, танцуем, поем, оцениваем ребятишек, вручаем им призы. Наш город самый лучший! Татьяна Беретина, Анастасия Цыганкова и Константин Синицын. Новости сейчас. На территории Забайкальского края пройдут торжества по случаю великой юбилейной даты – 250-летие Института пандита Хамбуламы. Эту тему продолжает моя коллега из телекомпании «Альтес» Дарья Пьяникова. Ей слово. Здравствуйте, Александра! В Красночекойском районе Забайкальского края в середине июля состоялось торжественное открытие Дворца Священной Книги Ганжур и Хурала Священия Эхэрамнай. В середине августа праздничный молебен пройдет в селе Колочное на родине Хамбуламы 18-го. Молебен также состоится и в Угданском дацане, после которого всех верующих ждут традиционные бурятские игрища, конные скачки, национальная борьба и стрельба из лука. А теперь к другим темам. Сегодня в Чете завершилась спартакиада для людей с ограниченными физическими возможностями. На стадионе «Юность» прошли финальные состязания по дартсу, бегу на 60 метров, армспорту, прыжкам в длину с места, толкание юдра, а также езде на колясках. Принять участие обычному человеку в спартакиаде – дело нехитрое. И только решение людей с ограниченными возможностями посостязаться друг с другом в различных видах спорта – настоящий подвиг. Традиционная спартакиада в этом году носила несколько другой формат. Сегодня на стадионе «Юность» встретились лидеры годовых отборочных этапов. Самое главное, вы знаете, вот их только сподвигнуть. Их тяжело уговорить, но когда они окунутся, они потом уже двумя руками. Как только узнают и на все спортивные мероприятия, не только спортивные, любые культурно значимые мероприятия, они откликаются с удовольствием. Около половины участников сменили привычные квартирные стены на зеленый ковер стадиона впервые. На старт вышли и уже известные в Забайкалье пара чемпионы. Среди признанных фаворитов – шестикратный чемпион страны по легкой атлетике на дистанции 3-5 тысяч метров Михаил Гомбоев, бронзовый призер чемпионата страны по легкой атлетике Максим Потешкин и чемпионка Кубка России по стрельбе из лука Ирида Кузьменко. Позвали меня с центрального района поучаствовать. Я человек такой активный, достаточно образ жизни ведет, поэтому никогда не отказываюсь, когда мне что-то предлагают. С удовольствием участвую. Секретов нет. Все очень просто. Надо трудиться, надо, сталкиваясь с проблемами, не бежать от них, а решать их. Просто надо выдержать все испытания и через какое-то время это вознаграждается. Заинтересовать этих людей достаточно просто. Сложнее организовать сам процесс, создать особые условия для спортсменов, а порой просто доставить их к месту соревнований. Но дороже всех медалей в финале игр – эмоции людей, сумевших сделать первый шаг. Хотя бы за порог собственной квартиры. Яна Иршова, Александр Забелин. Время новостей. В Чите впервые прошел благотворительный утренник «Японские сладости» в Агасе. Вместе с гостями из страны восходящего солнца воспитанники детского дома украсили торты символами России и Японии. Японскую кулинарию осваивала и Марина Кузнецова. Девушка в настоящем японском кимоно – русские красавицы в сарафанах. На одном торте – русская изба, на другом – японский домик. Здесь перекликаются традиции двух стран. Впервые Забайкальское отделение общества «Россия-Япония» проводит подобный праздник. Мы ломаем всю старую жизнь, мы ломаем старые теремки, мы строим новый общий дом. Вы знаете, какая сегодня ситуация у нас в мире. Но я хочу подчеркнуть – наше общество России и Японии, Забайкальское крылоотделение, наши детки сегодня, которые будут заниматься изготовлением в Агасе, мы вне политики, мы вне экономики. Мы преследуем цели гуманитарной – развития дружеских и культурных связей. Японские сладости в Агасе в форме российских и японских фигурок, изготовленные кулинарами по старинным рецептам, уже готовы. Они отличаются от обычных кондитерских изделий тем, что готовятся исключительно из натуральных компонентов – рисового, бобового теста, корневищ и морских водорослей. Воспитанники детского дома номер два немного знают о стране восходящего солнца, а с японской кухней вовсе не знакомы. Но говорят, что отличить российские фигурки от японских смогут с легкостью. Горькие отличаются. Тут сразу видно сакура, и животных можно определить по костюму. Они как бы в кимоно, и у них заделана прическа. Ну, вот если обратить внимание, сразу русскую и японскую отличаются. А на российский тоже что поставите? На российский поставим березу, тот же наш животный, вон медведь наш, волк с балалайкой. Ну, как бы видно атрибутику российскую и японскую. Оценивают работы юных кулинаров настоящие японцы. Они приехали в Забайкалье с официальным визитом для проведения переговоров в Министерстве международного сотрудничества. Гости отметили, что сами очень любят японские сладости, но с рецептом их приготовления не знакомы. А из российской кухни им понравились борщ и пельмени. Это было неожиданно, что местные жители, дети относятся к нашей кухне сладостям так доброжелательно. Мы столько раз посещаем вашу страну, и каждый раз россияне очень интересуются нашими продуктами. Такие мероприятия способствуют укреплению дружбы. Гости из Японии угостили детей сладостями в Агасе, привезенными из страны восходящего солнца. А после фотосессии все желающие отправились на чаепитие, где смогли отведать японские и российские торты. Марина Кузнецова, Александр Забелин. Время новостей. Мастер спорта международного класса и чемпионка Азии по вольной борьбе среди юниоров. БАЦЕЦЕХ завоевала весовой категории 55 килограммов среди женщин золотую медаль на чемпионате мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. Подробнее об этом расскажет ведущая телекомпания Аист Монголия Мунхбаяр Инхболт. Здравствуйте, коллега. Вам слово. Здравствуйте, коллега. Чемпионат прошел в Хорватии. В первом круге БАЦЕЦЕК набрала очко без борьбы. На пути к золоту она провела четыре поединка и обыграла соперниц из Китая, Германии, Японии и Украины. Так она стала седьмой чемпионкой мира среди юниоров из Монголии и третьей спортсменкой, принесшей золото в копилку страны. Другой Монгол Кеням Герел досталась бронзовая медаль в категории 63 килограмма среди женщин. В полуфинале она потерпела поражение от россиянки. А теперь переходим к другим новостям столицы. О них жителям Бурятии готовы рассказать корреспонденты программы новостей Инны ЦАКТ. И я, Мунхбаяр Инхболт. Здравствуйте. 17 августа завершается студневная программа, направленная на интенсивное развитие экономики государства. За длительный период времени исполнительная группа провела совместную работу с предпринимателями всех сфер деятельности, обменявшись мнениями по созданию благоприятных условий для введения бизнеса и увеличению притока инвестиций. На основании проделанной работы в предстоящей осенней сессии заседания Великого государственного хурала будут внесены изменения в определенные законопроекты. Подробности далее. Завершает свою деятельность программа, направленная на экономическое развитие страны, главной задачей которой является поиск реальных возможностей по улучшению экономики государства и разработка программ по пересмотру законопроектов, препятствующих развитию бизнеса в Монголии. Команда исполнителей сообщила, что в ходе выполнения работы обменялось мнениями со 180 странами, в связи с чем было предложено внесение поправок в 29 законов. За прошедший период Совет по развитию заседал 17 раз. В рамках этих дней были организованы бизнес-встречи и представлены немало проектов, реализуемых в Монголии, в том числе подписание договора о сотрудничестве по теплоэлектростанции Таван-Талгой и подписание договора о притоке инвестиций. Некоторые из 40 представленных проектов нашли поддержку в Японии, где уже начали свою реализацию. Мы с премьер-министром пришли к единому мнению о том, что продолжая тесную работу с бизнесменами, мы сможем добиться положительных результатов. А самое главное – это то, что монгольские компании должны продолжать свой путь, проложенный нашим экономическим советом. Главным критерием при разработке новых законов теперь будет обмен мнениями между законодательным органом и предпринимателями, осуществляющими деятельность, попадающую под новый закон. Совет по интенсивному развитию заявил, что стимулирование экономики не остановится завершением 100-дневной программы, основываясь на итогах проведенной работы и продолжит свою деятельность. 29 августа в Аймаке-Дурнот состоится проведение крупномасштабных торжественных мероприятий, посвященных 75-летию победы на Холхенголе. В связи со знаменательной датой правительством было принято решение о единовременной выплате ветеранам сражения пособия в размере 2 миллионов тугриков. К сожалению, если 5 лет назад в Монголии проживало 130 ветеранов войны, то сейчас в здравии находится только 39. Председателем правительственной комиссии по организации торжественных мероприятий, посвященных к 75-летию победы на Холхенголе, назначен вице-премьер Монголии Тирбиш Дагва, а руководителем комиссии со стороны обороны отрасли был выбран министр Батар Дене. Торжества, посвященные юбилею, начали проводиться уже с мая месяца. В том числе было организовано путешествие боевого знамени по 21 Аймаку, направленное на оказание почести павшим бойцам при битве на Холхенголе, а также увековечение и передача их боевой славы будущему поколению. В рамках праздничных мероприятий также были организованы путешествия на тему боевого содружества, проведены встречи и утренники совместно с Иркутском, Бурятией и Восточным военным округом, располагающимся на территории Монголии и России. Члены организационной комиссии сообщили, что в соответствии с решением правительства Монголии, от 9 июля 2014 года все ветераны войны получат безвозмездную помощь в размере 2 миллионов тугриков. Юбилею придает высокое значение не только государству, но и сами граждане, которые ценят и чтят эту победу. Официальные источники сообщают, что в начале сентября в Монголию с визитом прибудут главы Российской Федерации и Китая, а также представители правительства стран с целью участия в юбилейных торжествах, посвященных 75-летию победы на Холхенголе. Члены организационной комиссии отметили, что визит высокопоставленных лиц не ограничится только лишь участием в праздничном мероприятии, подчеркнув, что когда-то территория Китая была захвачена японцами, поэтому для южного соседа это событие тоже особенное. Само празднование юбилея начнется уже с 23 августа. Запланированное мероприятие продолжится до визита президента Российской Федерации, что так российская страна придает высокое значение этому событию. Как известно, совсем недавно по инициативе посла России в Монголии, Искандер Азизова, была организована фотовыставка, посвященная Холхенголу, и презентация книги о героях исторического сражения. В дни приближающегося события запланирован выпуск почетной медали, посвященной 75-летию Победы. В дальнейшем, согласно плану, будут проведены такие мероприятия, как Международная конференция Холхенгол 75, подготовка материала к изданию книги, основанная на исследованиях с целью увековечения ветеранов войны, трансляции документальной передачи о руководителе фронтового управления по координации действий советских войск на Дальнем Востоке и Монгольской народно-революционной армии, командиром 2-го ранга Григорием Штерне, а также проведением совместных монголо-российских полевых учений «Селинга-2014». Дэнсмания, Бояр, АЭС, Монголия. Это были новости Монголии. Благодарю за внимание и передаю слово нашим коллегам из Китая. На связи корреспонденты телекомпании «Систиви Русский» из Пекина. Телеканал «Систиви Русский» приветствует зрителей программы «Середина земли» в студии «Намила». В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем вам о самых любопытных событиях в Китае. Юношеские Олимпийские игры будут проходить с 16 по 28 августа в Нанкине, столице восточно-китайской провинции Дзянсу. К ним готовятся не только спортсмены, но и волонтеры. В этот раз их в списке 20 тысяч. Их задача звучит важно – защищать бренд. Что под этим подразумевается, выяснял наш корреспондент. С особым нетерпением предстоящие юношеские Олимпийские игры ждут волонтеры. Они завершают последние приготовления в местах проведения соревнований. Лидер группы добровольцев, работающих на международном мероприятии в Нанкине – молодой человек по имени Ван Шуай. Я горжусь тем, что имею возможность работать на играх. Это большая честь для меня – оказывать помощь здесь. Это честь не только для меня, но и для моей школы. Волонтерство открыло мне глаза на многие вещи. Я приобрел новых друзей после того, как присоединился к своей команде. Это здорово. Работа Ван Шуая и других волонтеров заключается в поддержке юношеских Олимпийских игр как отдельного бренда, отличного от других спортивных мероприятий. Необходимо следить за тем, чтобы участники соревнований не отвлекались на рекламу и защищать права и интересы организаторов и спонсоров. Вообще защита бренда – дело скучное и утомительное. Нужно проводить проверку спортивных сооружений, рабочего персонала, различных материалов. Чтобы не было излишней коммерциализации, нужно защищать права спонсоров игр. Это огромный труд. Таково мнение профессионала. Но у волонтера на этот счет другие мысли. Я не считаю эту работу скучной. Я чувствую успех, когда мы работаем в команде и делаем это хорошо. Да, немного устаем, но это не страшно. Зато потом появляется чувство удовлетворенности. На играх этого года в списке волонтеров 20 тысяч человек. Большинство из них студенты. Они будут работать на более чем 400 постах в 50 спортивных сооружениях, обслуживая 3700 атлетов из разных стран мира. Китайцы нашли свой подход к волонтерам и к тому, как облегчить их работу. Мы организовали несколько платформ для социального общения между волонтерами, а также открыли радиовещание специально для них, чтобы они могли быстро находить информацию по мероприятиям. Для поддержания рабочего духа мы всех их называем по никнейму «Лимончик». Кроме того, у каждой команды есть своя песня. Юношеские Олимпийские игры – не просто спортивные мероприятия, но и возможность обмена опытом, эмоциями и идеями между жителями планеты. И не только для участников игр, но и для тех, кто их обслуживает. Поэтому у волонтеров страсти и энтузиазма в работе не меньше, чем у спортсменов. Напротив пекинского храма «Поминание предков» в эти дни расположился внушительный автопарк дорогих машин. Организовала показ итальянская компания «Мазерати». Совсем скоро машины отправятся в долгий путь на родину автопроизводителя Италию. Им предстоит преодолеть 12 тысяч километров. И все эти жертвы для того, чтобы с достоинством встретить очередной большой повод, какой знают мои коллеги. Бренд «Мазерати» отметит свое десятилетнее пребывание на китайском рынке довольно необычным образом. Из Пекина в Италию компания организует автопробег. В нем будут участвовать лучшие модели автомобильной корпорации. Стартуют машины у знаменитой столичной достопримечательности – храм «Опоминание предков», который расположен прямо у стен запретного города. Китай и Италия на самом деле имеют очень долгую историю культурных обменов. Выбрав это место в качестве отправной точки на Шевроле, мы хотим показать, как две абсолютно разные культуры сталкиваются и переплетаются. Китайский рынок – лакомый кусок для всех автобрендов с мировым именем. Сегодня здесь успешно работают филиалы многих иностранных корпораций, не исключение и «Мазерати». В прошлом году, например, компания продала 3800 автомобилей, в три раза больше по сравнению с 2012 годом. А вот китайские автопроизводители пока не могут похвастаться такими цифрами. В июле продажи отечественных машин в КНР выросли на 7,7%, в то время как зарубежные конкуренты идут вперед семимильными шагами. Компании немецкого автопрома в июле прибавили 30%, японского – 20%, американского и южнокорейского – 18-12% соответственно. Я купил свою машину по другим причинам. Мне нужен был бренд, им не нужна была спортивная машина. Мое приобретение не было очень дорогим, поэтому я не думаю, что мой автомобиль как-то показывает мой статус. Китай вообще сегодня на улицах многих китайских городов, не говоря уже про Пекин и Шанхай, можно встретить дорогие автомобили. Для их владельцев это больше транспорт, а не демонстрация статуса. Несмотря на то, что импортные машины стоят в Китае дороже, чем в США или Европе, китайские автолюбители пока не собираются сжать над тормоза. Шао Джиньхуа, Си Си Ти Ви. Это все, о чем мы хотели рассказать вам на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова